Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире телекомпании «Город» программа подробностей. С использованием современных технических средств вневедомственная охрана полиции Рязанской области осуществляет защиту более 3000 объектов организаций, 2685 квартир и сотни иных мест хранения имущества граждан. У нас в гостях Алексей Шашкин. Наше подразделение входит в состав УМВД России по Рязанской области. Оно является одним из крупнейших в структуре. Наша численность занимает аттестованных сотрудников порядка 600 человек, которые разбросаны по всей территории области, представлены в каждом районе. Наше подразделение расположено в 12 районах, что позволяет нам охватить весь спектр и весь круг лиц, которым мы предоставляем свои услуги на коммерческой основе. А как вы знакомитесь, как вы находите новых клиентов? Вы их ищите, они к вам приходят? Случается что-то, люди обращаются? В ряде случаев, как и во всей нашей текущей жизни, происходит следующим образом. В ряде клиентов будущих, с которыми мы заключаем в дальнейшем договоры, совершаются противоправные действия. То есть у человека случилось ЧП, он уже думает, как ему этот объект охранять начать? Да, мы данных людей просматриваем по сводкам УМВД ежесуточно, в отношении которых совершаются данные противоправные действия, после чего выходим с ними на связь, либо мы сами, либо через сотрудников территориальных органов внутренних дел, расположенных по территориальности. Это те же самые участковые и уполномоченные, сотрудники уголовного розыска, которые в дальнейшем передают нам информацию о данном гражданине. И мы начинаем прорабатывать более подробно данные направления нашей деятельности. Это оборудование объекта техническими средствами охраны, либо видеонаблюдением. А можно вообще сказать об арсенале, которым вы пользуетесь? Да, хотелось бы сразу уточнить, что подразделение внешней охраны ВГКУ УВОМВД России Паризанской области не занимается монтажом объектов, квартир и мест хранения имущества граждан. Так как у нас нет в полномочиях и в нашем положении об нашей организации данных прав. Хотелось бы отметить, что на территории субъекта нашего региона достаточно много монтажных организаций, которые могут выполнять данные мероприятия. Это монтаж, пусконаладочные работы, оборудование, видеонаблюдением, либо сигнализацией. Но хотелось бы отметить, что данные мероприятия необходимо согласовывать с сотрудниками внешней охраны. Потому что при выходе на место непосредственно сотрудник подразделения пишет акт, в котором описываются все как слабые стороны, которые необходимо собственникам укрепить. Либо технические, либо инженерными средствами защиты, такими как металлические, для примера, металлические двери, дополнительные врезные замки, решетки на окна, рольставни, жалюзи металлические. Это я перечисляю инженерные средства защиты. И другие как технические. Ну, это всевозможные датчики. А вот монтажную организацию человека ищет сам, тут ведь вот какое дело. В квартире, возможно, есть какие-то дорогие вещи, есть предметы, что привлечет хулиганов. И вдруг мы приглашаем к себе человека, который, возможно, всю эту обстановку оценит для себя и все эти плюсы и минусы поймет. Вы проверяете как-то лиц, которые будут монтировать все это? Ну, согласно антимонопольного законодательства, сотрудники не могут рекомендовать ту или иную организацию для проведения монтажных или пусконалодочных работ. Ну, тем не менее, сложилась такая тенденция, что сотрудники рекомендуют... Проверенных уже людей. Да, по выбору монтажных организаций ту или иную. Ну, уже на усмотрение самого клиента-собственника, который будет делать сам заключительный выбор по поводу того или иного. Потому что надо же тоже оценивать ситуацию адекватно. Потому что монтажные организации тоже пытаются, как и все коммерческие структуры, заработать больше денежных средств на выполнение своих работ. За это моя рекомендация или как предложение, чтобы собственник в помещении как бы больше обращался в несколько организаций, в ряд, которые ему выставят счет или предварительные сметы. Чтобы оценить прескурант, вы это имеете в виду? Да, чтобы оценить именно объем работ и стоимость затраченных денежных средств на оборудование своего помещения. Начинается уже лето, начинаются теплые деньки, многие пакуют чемоданы, по крайней мере, уезжают на дачу. Что бы вы посоветовали рязанцам, которые надолго оставляют свои квартиры, возможно, гаражи, может быть, еще какие-то другие объекты? Да, хотелось бы отметить, что достаточно большой пик краж совершается в летний период, когда жители покидают свои квартиры, гаражи на длительный срок, уезжая жить на даче, либо на приусадебные участки. При приезде назад замечают и обращают, что совершено противоправное действие в отношении их имущества или жилья. Хотелось бы порекомендовать, чтобы перво-наперво сообщали соседям, чтобы соседи присматривались за... Это как бы общеполицейская такая тенденция, рекомендация, чтобы соседи знали, когда вы отъезжаете, чтобы они могли присмотреть за вашей квартирой, гаражом, либо каким-то имуществом, чтобы сразу вас проинформировали в случае каких-то противоправных действий. У нас ведь есть добрые бабушки, добрые в кавычках, которые говорят, ой, да ее целое лето не будет, не звоните. Так точно, потому что при... как и все злоумышленники, люди делают сначала приквартирный опрос, обход, собирают информацию, да, вы правы, сидят на скамеечках бабушки, которые... Все знают и все расскажут. Да, очень много информации злоумышленникам. На основании этого хотелось бы сделать такое пожелание, чтобы обезопасить себя, оборудуйте свою квартиру либо техническими средствами, позаботьтесь, либо техническими, либо инженерными. В части, касающиеся... врежьте дополнительные вторые замки, решетки на первых этажах поставьте на окна, которые вас обезопасят, пообщайтесь с своими соседями, потому что в новостройках... Хотя бы познакомьтесь. Да, хотя бы познакомьтесь, потому что в новостройках люди живут там по году, по два, даже не зная своих соседей, потому что данная квартира перепродается за этот период времени неоднократно. Ну вот смотрите, поставили мы квартиру на сигнализацию, кто-то пытается в нее войти незаконно. Что происходит дальше? Куда поступает сигнал? Как реагируют ваши сотрудники? Вот по поводу оборудования квартиры, когда данная квартира, любое имущество стоит под охраной, находится, и заключен договор на реагирование сотрудники. Злоумышленник, я привожу для примера, злоумышленник, который пытается проникнуть в данное помещение, срабатывает первый рубеж охраны. Ну, входная дверь, входная группа, либо оконный проем. Либо да. Сигнал поступает непосредственно на пульт централизованной охраны, расположенный в подразделении, это в городе, либо в районных центрах, на основании которого передается сообщение группам реагирования, которые находятся в круглосуточном режиме работы, на маршруте патрулирования. Время реагирования в среднем составляет порядка 3-4 минут, в зависимости от дорожной ситуации. Потому что приоритетом все равно является дорожно-транспортная ситуация, чтобы не совершить ДТП и не наделать еще большего вреда. А грабитель знает, что сейчас нагрянут сотрудники, или есть какие-то средства, которые скрыты от глаз постороннего человека? Нет. Ну, для того, чтобы ответить на этот вопрос, можно поступать разными способами. При установке монтажа, ну, при монтаже сигнализации можно поставить специальную звуковую сигнализацию, которая изначально может отпугнуть грабителя. Тут есть соседи еще, есть такой момент, что можешь забыть ключи, что-то попытаться сделать, или перепутать ключ, ну, мало ли что, бывает, да? И, опять же, найдется любая бабушка или молодая мама, которая будет нервничать по этому поводу. Да, так и есть. Что вы посоветуете в общем и целом нашим телезрителям? В общем и целом телезрителям хотелось бы посоветовать, что в подразделении местной охраны на сайте охраны Рязани РФ можно посмотреть контактные телефоны непосредственно сотрудника, непосредственно наших подразделений, расположенных на территории области, и также о наших тарифах. Также там находятся расположенные контактные телефоны, непосредственно с сотрудниками можно связаться для заключения договора и выхода непосредственно на место для составления акта первичного обследования, на основании которого будет потом оборудоваться ваше помещение. Также, если вам не удается зайти на сайт по техническим причинам, также на сайте МВД, на официальном сайте МВД России Паризанской области, есть ссылка тоже на наш сайт, на основании которого можно перейти и посмотреть данную информацию. Спасибо за эту встречу. Ну а если вы что-то пропустили или не запомнили, заходите на наш сайт город62.тв. Это была программа подробностей. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин